Одним аварийным домом в областном центре стало меньше. Утром жители улицы Парижской комоны разбудил грохот ломающихся перекрытий и звон разбивающихся оконных стекол. Этой деревянной постройке было больше 80 лет. Здесь не было ни воды, ни канализации. Отопление печное, перекрытия трухлявые, деревянные. В 2013 дом признали аварийным и приступили к расселению жителей. Состояние, конечно, было неприятное очень. И жить в этих условиях было просто очень тяжело. И крыши порой просекало, и лестницы такие, и комната. И в последнее время в некоторых комнатах там были и алкоголики им собирались. Жителям было жить невозможно. Квартиры им дали, они переехали. Некоторые, вот я видела одну женщину, она сказала, нормально. Самую тяжелую работу выполняет экскаватор. Затем приедет погрузчик. Эти отжившие век стройматериалы отвезут на полигон ТБО. И только после этого к разравниванию площадки приступят люди. Снести строение не так просто. Сначала нужно разработать проектную документацию. Затем провести аукцион. И только после приступать к работам. По муниципальному контракту подрядчик обязан вместо дома оставить идеально ровный пустырь. При выравнивании площадки, потому что не только снос производим, а потом еще и выравниваем саму площадку. Очень много приходится подсыпать, очень много выравнивать. И уклон делать правильнее, чтобы потом здесь не было каких-то водоемов искусственных. Ломать не строить, отмечают подрядчики. Особенно такие ветхие постройки. На все, включая косметические работы, хватит и одного дня. Ветхих домов, подлежащих сносу, в областном центре немало. В планах мэрии на этот год стереть с лица земли 16 аварийных многоквартирок. Средства требуются немалые. Только на этот дом ушло более 5 миллионов рублей. Расселение было за счет средств только муниципального бюджета. Всего в этом доме было 8 жилых помещений. Одно было свободное, 6 было в собственности. Граждане получили отдельные жилые помещения. И одна семья у нас получила компенсацию за изъятие жилого помещения. Компенсацию за расчеты средней рыночной стоимости жилого помещения в случае расселения получают собственники приватизированного жилья. Свободно вздохнули после сноса и жители соседних построек. Аварийный дом давно облюбовали бомжи и наркоманы. Местные шутят. Если бы администрация в этом году не успела, горожане бы сами постарались. Дом по досочке уже давно разбирали находчивые дачники. Что будет на освободившемся городском пространстве, пока неизвестно.